На третьей очереди поселка Суханова парк идут полным ходом работы по благоустройству и озеленению. Создан сквер, сажаются живые изгороди, создаются разнообразные декоративные композиции из растений. А сегодня я расскажу вам о том, какие основные агротехнические приемы необходимы нам для того, чтобы растения хорошо прижились и развивались в нашем саду. Для того, чтобы правильно посадить растения, нужно в первую очередь представлять, что такое грунт в нашем саду. Для того, чтобы это установить, достаточно провести очень простой опыт. Нужно взять землю из собственного сада и попытаться создать из нее что-то наподобие змейки, то есть скатать ее в своих руках. Если эта змейка получается, то мы имеем дело, скорее всего, с углинком или глинистым грунтом. Если мы установили, что грунт на нашем участке, как сухановый пар, глинистый, в первую очередь нам нужно позаботиться о том, чтобы улучшить его механические свойства. То есть дренировать этот грунт, способствовать его лучшей проницаемости. Для этого на дно посадочной ямы нужно обязательно насыпать дренаж. Дренаж может состоять из битой черепицы, керамзита, битого кирпича. Сверху на слой дренажа мы насыпаем слой песка, который тоже способствует улучшению механических свойств почвы. И уже над этим мы помещаем слой плодородного грунта субстрата. Посаженный в такую подготовленную яму растение будет чувствовать себя прекрасно и никогда не будет страдать от застоя воды. И сейчас на примере этого прекрасного куста древовидной гортензии мы продемонстрируем, как реализовать на практике все вышеперечисленные агротехнические приемы. Правильный процесс подготовки посадочной ямы напоминает гастрономический. Здесь тоже есть свои ингредиенты и очень важно соблюсти их правильную пропорцию. В данном случае мы закладываем на дно посадочной ямы 10-сантиметровый слой дренажа, который представляет из себя битую черепицу. Затем сверху отсыпаем 10-сантиметровый слой дренажного песка и только затем насыпаем плодородный грунт, тоже в размере 10 сантиметров. Сверху ставим растение и начинаем засыпать его со всех сторон плодородным грунтом. Посаженное растение нужно как следует утрамбовать, а вокруг корневой системы создать лунку, которая способствовала тому, чтобы вода при поливе не выливалась, а пропитывала корневую систему растения. Очень важно посадить растение таким образом, чтобы корневая шейка находилась не выше и не ниже уровня грунта. И еще обязательно внесите после посадки минеральные удобрения и средства, способствующие усилению корнеобразования, таких как корневин и гетерооксин. И полейте ваши растения. На третьей очереди сейчас идет крупномасштабная работа по озеленению. Мы сажаем крупные деревья вдоль улиц, мы сделали сквер в центре третьей очереди. Сейчас мы сажаем живые изгороди, которые будут делить владения наших жильцов. И мы продолжаем работы по вертикальной планировке участков для того, чтобы раскладывать на них рулонный газон. Желаю вам, чтобы все посаженные вами растения прижились и чувствовали себя прекрасно, доставляя вам удовольствие в саду. А в следующем нашем мастер-классе я поделюсь некоторыми дизайнерскими секретами, которые позволят вам самостоятельно создавать интересные декоративные группы и композиции в ваших садах. До встречи!